Десна ТВ О работе отдела скорой помощи В области задержан квартирный грабитель А сейчас об этих и других событиях подробнее В этом году зима ранняя и снежная Снежные завалы образовались во дворах и на дорогах О том, как убирается город в нашем следующем сюжете Из-за большого количества снега и частых снегопадов В администрацию города поступает много жалоб и обращений Десногорцев по уборке снега в городе На все вопросы согласился ответить заместитель главы По городскому хозяйству Александр Новиков В администрации совместно с муниципальным учреждением Службы благоустройства проводится ряд мероприятий Комплекс мероприятий по уборке дорог В соответствии с утвержденным технологическим регламентом И нашими утвержденными правилами благоустройства С начала зимнего периода и по сегодняшний день Службы благоустройства в общей сложности Была выполнена очистка порядка 5000 километров дорог С учетом нашей протяженности дорог и задействованности техники При этом была выполнена посыпка порядка 1500 километров Было вывезено 4200 кубических метров снега И затрачено 1100 тонн пескосоляной смеси Хочется сказать, что мы прикладываем все усилия Для безопасного движения транспорта, пешеходов Ну, реалии таковы, что может быть где-то не везде успеваем Поэтому в свою очередь благодарим вас за ваше обращение к нам На которое мы стараемся оперативно реагировать Сделать все возможное для устранения всех этих несоответствий Большое неудобство при уборке города коммунальным служащим Создают транспорт, оставленный владельцами Именно он мешает качественно выполнить специалистам свою работу Уважаемые жители, ваши автомобили мешают расчистке дорог Вследствие чего не получается провести настолько качественную очистку, насколько хотелось В основном это касается дорог у нас по дороге Бродвей Дорога от Малого кольца и по второму микрорайону до 19 дома Ну и некоторые внутридворовые дороги Уборку снега в городе осуществляют всего лишь порядка 10 единиц техники и 20 человек персонала На самом деле это немного, как вы понимаете Но неохотно идут люди на такую работу Необходимо ремонтировать технику, она также выходит из строя В среднем у нас работает 8 единиц техники ежедневно Во время сильных снегопадов все управляющие компании города объединяют свои усилия для устранения последствий стихии В такое время им помогает и наше городообразующее предприятие В зоне ответственности администрации находится очистка, уборка всех наших основных автомагистральных дорог Это пешеходные дорожки по городу, то, что является межквартальным Внутриквартальными дорогами занимаются у нас управляющие компании Это МУП ККП, САЭС-сервис, которые также прикладывают все усилия Все обращения и жалобы горожан коммунальщики учитывают и составляют корректирующие мероприятия Вот только осуществить их не всегда получается из-за скудного финансирования 15 февраля руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов Проведет всероссийскую встречу с родителями по вопросам проведения государственной итоговой аттестации По программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году В настоящее время уже принимаются вопросы по электронной почте Адрес которой вы видите на экране и на странице Рособранадзора в социальных сетях Начало мероприятия в 11.00. Во время мероприятия на официальном канале Рособранадзора в Ютубе будет вестись онлайн-трансляция Десногорцы уже стали привыкать к чистоте и порядку в подъездах своих домов Тем более, большее недоумение вызывают далеко не курьезные ситуации, с которыми сталкиваются жильцы К нам обратились два наших зрителя прямо с противоположными проблемами Мы попытались разобраться, чем же они недовольны В чистеньком свежеотремонтированном подъезде 16-этажки даме не хватает роста, чтобы обследовать свой почтовый ящик И она нередко теряет там квитанции на оплату В другом доме после ремонта пожилой человек обнаружил свой почтовый ящик в 30 сантиметрах над полом И для того, чтобы достать свою корреспонденцию, больному человеку приходится принимать вот такую позу Скажите, пожалуйста, а вот на ваш взгляд, куда нужно было повесить эти ящики? Ну, сюда вот можно повесить Один ящик Наша съемочная группа предполагает, что ремонтники монтировали эти почтовые ящики лежа на полу Нормативов на эти работы нет, но, похоже, нет и здравого смысла В область пришел грипп нового типа В связи с возвращением детей в детские сады и школы уровень заболеваемости пошел в рост Новый для нынешней зимы вирус гриппа субтипа B начал распространяться среди смолян Первые случаи заболевания были зарегистрированы в последние декады декабря 2016 года Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Смоленской области На минувшей неделе именно этот вирус обнаружили у более 4% заболевших Активным остается и вирус субтипа A, так называемый гонконгский грипп Заболеваемость во всех возрастных группах подскочила С 9 по 15 января среди детей от 3 до 6 лет эпидемический порог был превышен свыше 20% В последнее время десногорцы стали часто жаловаться, что вызывая скорую помощь приходится долго ждать О том, как работает отделение скорой помощи медсанчасти номер 135 в нашем следующем сюжете У нас в городе при медико-санитарной части работает отделение скорой медицинской помощи которое оснащено тремя автомобилями, а специалистами укомплектованы всего лишь две машины Работа ведется круглосуточно Каждую вторую минуту на диспетчерский пункт поступают звонки Иногда 4-5 сразу В такой ситуации диспетчеру приходится принимать решение согласно должностной инструкции Приоритетов вызова, куда в первую очередь направить бригаду Приоритет у нас отдается общественным местам, то есть в любом случае Приоритет у нас отдается автодорожным авариям То есть если какая-то ДТП, то диспетчер может даже посредством того, что обзвонить, если находится на вызове И можно снять бригаду И также маленькие дети, ну там до двух, до трех лет Либо же потерявшие сознание, то есть лежит без сознания Также если упал с высоты То есть все поводы у нас есть диспетчер И он с этими поводами отрабатывает их, узнает их и выставляет приоритет Соответственно, как бы у нас существует даже ожидание В среднем за сутки на пункт поступает более 40 звонков В месяц более тысячи выездов А за год более 12 тысяч Это значит, что практически каждый третий житель нашего города обращается в службу скорой помощи Кроме этого, эти две бригады осуществляют еще и транспортировку больных в сосудистый центр города Рослаль и другие города А также дежурят на всех массовых мероприятиях в Десногорске Поэтому иногда горожанам и приходится ждать оставшуюся в городе бригаду скорой помощи длительное время Минздрав планирует сэкономить на детях Медицинские осмотры при поступлении детей в школу и в дошкольные учреждения могут уйти в прошлое Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей аппарата вице-премьера Ольги Голодец Соответствующее распоряжение уже подготовил Минздрав России В частности, ведомство собирается сократить количество осмотров несовершеннолетних врачами-специалистами Считая некоторые из них ненужным атовизмом Планируется оставить исключительно профилактические встречи с врачами По результатам которых родителям будут выдаваться заключения Белорусскую фуру с польскими яблоками задержали под Смоленском Груз сопровождался белорусским фитосанитарным сертификатом Выполненным со всеми степенями защиты, согласно которому перевозимые более 15 тонн яблок И 3 тонны пекинской капусты были произведены в Белоруссии Однако в ходе досмотра инспекторы выявили на продукции маркировочные этикетки Польши Сейчас ведется проверка по факту законности выдачи фитосанитарных документов 17 января в деревню Скреплево Монастырщинского района зашел волк Людей зверь не трогал, так как их ранним утром на улице не было А вот собакам досталось Пресс-служба администрации муниципалитета описала его проход по деревне так Шел, оставляя за собой окровавленные тела собак После прогулки бешеного волка пришлось усыплять 26 собак А самого виновника ликвидировал местный охотник В сети появилось фото с местодорожно-транспортного происшествия В котором погибли трое смолян Авария произошла 19 января в 12.20 в Рословском районе На пересечении кольцевой автодороги в обход города Рословля и автодороги Росоль-Ершичи Столкнулись форт и грузовик «ДАВ» Три человека, ехавшие в легковушки, погибли Еще один госпитализирован с различными травмами На Смоленщине за сутки сотрудники ГИБДД выявили 912 нарушений правил дорожного движения В том числе задержали пять пьяных водителей и одного автомобилиста, отказавшегося от медосвидетельствования Госавтоинспекция напоминает, что десногорцы также могут принять участие в борьбе с пьянством за рулем И сообщить информацию о нетрезвых водителях в дежурную часть ГИБДД по телефону, который вы видите на экране А в Смоленске в дежурную часть полиции поступило заявление от местной жительницы о хищении у нее денег и золотых украшений из квартиры Общий ущерб хозяйка оценила в 45 тысяч рублей Потерпевшая рассказала сотрудникам полиции, что накануне хищения она распивала спиртные напитки в компании друзей в доме по соседству Полицейские опросили всех участников компании и установили, что причастным к преступлению может быть знакомый потерпевший, ранее судимый, житель Рославля Задержанный признал свою вину, пояснил, что ключ он вытащил из куртки, проник в квартиру и украл крупную сумму денег и золотые сережки Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса кражи Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет И в завершение о спорте В Десногорске, как мы уже сообщили в прошлом выпуске, два дня проходили баскетбольные баталии В которых принимали участие школьные команды из городов Смоленской области Результаты игр девушек мы озвучили А по итогам игры юношей первое место заняла наша Десногорская команда На втором месте – Рославчане И завершили тройку лидеров команда из города Ельня Теперь победители встретятся на финальных играх чемпионата Смоленской области, который пройдет у нас в Десногорске 9 и 10 февраля Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей Спасибо за внимание, до свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»